Площадь перед художественным музеем сегодня превратилась в выставку достижения управления культурой в часть организации детского отдыха. Пели и танцевали творческие коллективы, детей развлекали аниматоры, а преподаватели учили ребят накладывать аквагрим и плести из бисера. Такие кружки все лето работали на базе районных домов культуры, библиотек и городских парков. В ДК Кудевса, например, обучали азам лепки из теста. На нашей площадке девочки и мальчики, такой разноводный контингент, от двух с половиной лет участвовали в наших программах, ну до 15 лет. Площадки активности сегодня посетил глава Сочи Анатолий Пахомов. Сначала он посмотрел выставку, эти рисунки юные художники делали в ходе пленерных смен, таких уже прошел 163. Затем познакомился с работой кружков по интересам. Им поинтересовался сам, много ли детей охвачено таким видом летней занятости. Сколько вы можете вообще использовать ту материальность, которую у вас есть? Вообще, сколько могли бы иметь, обучать? Ну, 50. 50, да? Вот видно. Из 119 площадок, которые организованы на это лето разными управлениями в Сочи, 44 курировали специалисты от культуры. Летними досуговыми центрами стали все учреждения отрасли. На базе одних детей учили рукоделю, другие приглашали ребят в свои скины на экскурсии, просмотры концертов или кинофильмов. Задача и идея главы города в том, чтобы как можно большее количество детей должно быть охвачено именно вот такими профессиональными проектами в работе в летний период. Есть некоторые площадки, на которые родители своих детей записывают на летнюю площадку за много ранее, чем лето, за полгода. В итоге 44 площадок, организованных управлением культуры, 12 были признаны лучшими в городе. Это самый высокий показатель. Работу высоко оценила глава города благодарственными письмами. Их Анатолий Пахомов вручил в ходе методического семинара и отметил, активная работа с детьми на летних каникулах дает реальные плоды. Благодаря досуговым площадкам удалось значительно снизить количество детей, стоящих на разного рода учетах. И каждый город может похвастаться тому, что таким образом начали бы заниматься детьми. И то, что сейчас, такое внимание мы уделяем досуговым площадкам, спортивным площадкам, это лишь только для того, чтобы увлечь детей от безделия. У каждого я в глаза, и я вот вижу в этом нашу победу. Самое главное, когда наши люди радуются тому, что делают, что у них это получается. Также на семинаре специалисты Управления культуры поделились самыми интересными наработками в организации летнего отдыха. Ведь впереди еще несколько недель лета, и они, как и предыдущие, должны пройти разнообразно и ярко. Игорь Кырпа, Ольга Десятого, Демид Даниловский. Телекомпания ФКТ.